На этой неделе магнитогорские ученые-словисты стали обладателями уникального документа старославянской письменности, найденного не так давно в запасниках Ватиканской библиотеки. Копию древнейшей рукописи нашим филологам передала доктор наук Стевка Георгиева из Болгарии в рамках состоявшегося на базе МГТУ Международного симпозиума словистов. Научный форум собрал языковедов из восьми стран и стал одним из центральных событий в научной жизни нашего города. Особую значимость мероприятию придавал тот факт, что столь авторитетный форум ученых-гуманитария впервые собирался в стенах Объединенного университета, ключевое слово в названии которого «технический». При поддержке администрации города и под эгидой Международного комитета словистов, видны ученые обсуждали в том числе роль гуманитария в промышленном городе. Так называлась даже одна из секций симпозиума. В целом же тема встречи звучала так. Русская культура как объект современной лексикографии и фразеографии. Казалось бы, от самого названия должно веять пылью старых библиотечных полок. Однако темы, поднятые на симпозиуме, актуальны и будут поважнее цены на нефть или курса доллара. Хотя бы потому, что работают языковеды с материями гораздо более тонкими, нежели те, что навязывает нам общество потребления. А результат работы тех же словистов в сохранении и развитии русского языка может и не сиюминутный, но имеющий гораздо больше, нежели современные технологии, перспективный эффект. Покровителем этого крупного мероприятия является Международный комитет словистов. Словисты переживают, конечно, сейчас очень трудное время. И тем не менее, на эту конференцию приехали словисты из восьми стран мира. И понимают они, что Россия – это крупный гуманитарный словистический центр. Правда, и в колыбели русского языка и культуры в нашей стране все слышнее голоса тех, кто считает слово «гуманитарий» едва ли не бранным. А их самих чуть ли не нахлебниками успешных торговцев и лавочников, придумавших себе более благородное название «предприниматели». Что ж, русский язык богат на синонимы. Есть такие разговоры и в нашем городе. Их на корню пресекает ректор МГТУ, сам доктор технических наук Валерий Колокольцев, предлагая недалекий, всего на 80 лет назад, исторический экскурс. Первую пятилетку, когда начал строиться наш ММК и развиваться город, ведь первым, что было сделано, это был открыт пединститут в 1932 году. То есть в то время уже думали о гуманитарной составляющей. И успехи нашего гуманитарного вуза, они налицо, что подтверждает сегодняшняя конференция. Желание принять участие в форуме словистов изъявили около 200 ученых из 11 стран. Не все они смогли приехать в Магнитогорск лично, но все они стали авторами научного журнала, собравшего работы, посвященные актуальным проблемам русского языка и русской культуры. Те из ученых, что почтили симпозиум своим личным присутствием, продолжили работу уже в другом здании. В известном контексте выглядело это весьма символично. Каких только аллегорий не придумано, чтобы проиллюстрировать извечный спор физиков и лириков, гуманитариев и технорей. Здесь и отнесение к разуму и сердцу, здесь и рассуждение о прикладной пользе той же механики и старославянского. Ну вот смотрите, у человека две руки. Обычно правая рука умеет делать гораздо больше, чем левая. Но это же не значит, что левую руку нужно отрезать. Также и с гуманитарной и технической составляющими образования. Полноценное развитие человечества возможно только при наличии двух рук. Ну или крыльев. И еще. Вот сейчас у меня микрофон в левой руке. А в зеркале? Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, Латнобиев. Телекомпания ТВИН.